Мы привыкли каждый день читать новости о жестоком обращении с детьми, сексуальных домогательствах по отношению к ним и актах откровенной педофилии. Это страшная реальность, в которой мы живем. Всем привет! Меня зовут Дания и с вами редакция СТП. Каждый раз после прочтения очередной страшной новости об акте насилия в Казахстане я слышу от людей вокруг выражения вроде «педофилов нужно казнить», «педофилов нужно кастрировать». Поэтому сегодня поговорим с вами о том, как насильников над детьми наказывают в Казахстане и в других странах мира. Согласно официальным данным, которых на самом деле не так много, в 2015 году в Казахстане было зарегистрировано рекордное число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних – 1259. Осужден был 181 насильник. В следующем году число изнасилований детей резко сократилось. По мнению экспертов, это было связано с тем, что в тот год очень часто поднимали вопрос о введении принудительной химической кастрации педофилов. Закон об этом все-таки вступил в силу 1 января 2018 года. В этот же период было разрешено использовать препараты, которые снижают либидо, и давать их заключенным за 6 месяцев до выхода из тюрьмы. За более чем 7 лет количество осужденных за надругательство над детьми составило 2739 человек. Всего было зарегистрировано 6665 случаев. По сообщению экс-министра внутренних дел Ервана Тургумбаева, с 1 января 2022 года в Казахстане было введено ношение педофилами электронных браслетов, которые позволяют отслеживать точное местонахождение преступника, ведь за ним еще в течение 8 лет после выхода из тюрьмы ведется административный надзор. В конце 2021 года эта инициатива была введена в тестовом режиме. Сейчас в Казахстане, согласно действующему Уголовному кодексу страны, за изнасилование ребенка или совершение любых других действий сексуального характера наказывают лишением свободы на срок до 15 или 17 лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В России за изнасилование ребенка также предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Срок может варьироваться от 8 до 20 лет. В январе прошлого года депутаты Госдумы Российской Федерации приняли поправки в Уголовный кодекс страны для того, чтобы усилить ответственность за совершение преступления против ребенка на сексуальной почве. Теперь, согласно сообщению председателя Госдумы Вячеслава Володина в его телеграм-канале, тем, кого ранее судили за изнасилование ребенка и кто повторно совершает это преступление с особой жестокостью и против двух и более детей, грозит пожизненное заключение. В Кыргызстане за изнасилование ребенка, согласно действующему Уголовному кодексу страны, также наказывают лишением свободы. Срок может составлять до 15 лет, а может быть пожизненным. В сентябре 2022 года в парламенте страны снова подняли вопрос о введении смертной казни для педофилов. Но это предложение вызвало споры среди депутатов и разделило их мнение на два лагеря. Те, кто выступают за смертную казнь, считают, что преступников больше не пугает перспектива оказаться заключенными в тюрьме и нужно переходить к более решительным действиям. А те, кто выступают против смертной казни, считают, что при нынешней судебной системе эта инициатива может повлечь за собой серьезные последствия и не возымеет нужного эффекта. В Узбекистане до декабря 2021 года за изнасилование ребенка были предусмотрены следующие меры наказания. Общественные работы максимальным сроком до 360 часов, исправительные работы максимальным сроком до двух лет и тюремное заключение. Его максимальный срок до сих пор составляет три года. Чуть более года назад президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев подписал изменения в Уголовном кодексе страны и теперь за сексуальные преступления против детей наказывают общественными работами максимальным сроком до 480 часов, исправительными работами максимальным сроком до трех лет и тюремным заключением. Но его срок такой же – три года. 12 января 2023 года в стране снова подняли вопрос об ужесточении наказания. Теперь предлагают отменить условно-досрочное освобождение для педофилов и амнистию, а также ввести уголовную ответственность за шантаж и распространение интимных фотографий детей. Согласно законодательству Соединенных Штатов Америки, в отношении педофилов с 1996 года применяют различные виды химической кастрации в зависимости от тяжести преступления. Это могут быть препараты, которые снижают либидо, или же полное удаление репродуктивных органов. Кроме того, преступник может получить не один, а даже несколько пожизненных заключений. По официальным данным, в США в период с 2018 по 2019 год количество фото и видео, пропагандирующих сексуальное насилие над детьми, увеличилось более чем вдвое и составило 45 миллионов отдельных материалов. Но при этом количество судебных преследований в период с 2016 по 2020 год сократилось на 36%. По данным ФБР, за 2019 год в Даркнете содержится как минимум 30 сайтов с детской порнографией. В Польше за изнасилование ребенка также предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Интересно то, что с 1 января 2018 года на сайте Министерства юстиции Польши в открытом доступе был опубликован реестр всех педофилов в стране, в котором содержится подробная информация о них, полное имя и фамилия, место проживания, род деятельности, фотографии и так далее. На сайте также существует расширенная версия этого списка, в которую вошли все люди, которых когда-либо осуждали за менее тяжкие преступления, но совершенные тоже на сексуальной почве. По словам сотрудников Министерства юстиции, эта инициатива несет в себе практическую пользу. Зная только фамилию или адрес проживания, можно узнать, не живете ли вы рядом с потенциальным насильником. Психиатры в Польше высказывали свои опасения по поводу этого открытого реестра педофилов. Они считают, что преступникам будет тяжело социализироваться после того, как они выйдут на свободу, но ни граждан, ни правительство это особо не беспокоит. Согласно социологическим опросам, большинство поляков выступают за пожизненное заключение педофилов, химическую кастрацию и даже смертную казнь. В Йемене разговор с насильниками, надругавшимися над детьми, более короткий. Публичный расстрел и трансляция смертной казни на национальном телевидении. Так, например, 6 июля 2022 года в столице Йемена Сани у главной тюрьмы города за изнасилование и жестокое убийство 11-летнего мальчика был публично казнен парикмахер Эхья Хусейн Аль Рагвах. До этого в августе 2018 года также в столице казнили трех педофилов, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. А в августе 2017 года на центральной площади расстреляли 41-летнего мужчину, признанного в изнасиловании и убийстве трехлетней девочки. Национальное телевидение транслировало казнь на всю страну, а свидетели произошедшего опубликовали видео в сети. В Южной Корее педофилов наказывают как химической кастрации, пожизненным заключениям, так и смертной казнью. Впервые химическую кастрацию применили в январе 2013 года по отношению к приговоренному к 15 годам лишения свободы, но закон об этом был принят еще в июле 2011 года. В апреле 2008 года в связи с увеличением количества преступлений против половой неприкосновенности детей правительство Южной Кореи ввело смертную казнь в отношении всех преступников, надругавшихся над лицами, не достигшими 13 лет. А вы как думаете, Казахстану нужна смертная казнь для педофилов? Или, на ваш взгляд, это не совсем гуманно? В любом случае, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Читайте больше на степи и увидимся в следующем выпуске.